Вот идёт семья, срубили такую пушистенькую-пушистенькую, так что мы ищем пушистую. Полетели! Нет, чтобы купить рэк. А если мы сейчас затянем двери, наш третий не залезет в машину. Ребята забирали ёлки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и погнали. Всем привет, с вами Эллен и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы приехали в Рузверт Нэшнл Форест. Как вы думаете, зачем? Мы приехали за рождественскую, за новогоднюю ёлку. Подождите, а это вообще законно, рубить ёлки в лесу в Америке? Так вот, прежде чем спилить ёлку, надо убедиться, что у вас есть на это разрешение. Пермитик. Так, я же. Кризмас три пермит. Отлично. Номер один. Арлепаха Энд Рузвельт Нэшнл Форест. Кризмас три пермит. Вот такой вот. Стоит он 20 баксов, да? А тут даже правило. Да, в этом месте 20 баксов, то есть это зависит от места, где вы хотите пилить дерево. В каких-то местах 10 баксов, в каких-то 6. И это пермит на одно дерево. Говорят, что можно единоразово купить 5 пермитов и 5 деревьев срубить. Почему мы здесь? Потому что, я так понимаю, именно в этой области лесничество местное разрешает пилить деревья, потому что здесь можно приезжать и, может быть, нужно проредить лес. Вот. Поэтому вот идём на охоту за ёлкой. Что ещё я не сказала важного, очень важного? Что нельзя в Нэшнл Форестах, нельзя на детной собственности, что около Болдера нельзя. Не в Нэшнл Форестах, мы как раз-таки в Нэшнл Форест идём. Нельзя в национальных парках. Да. Да. Вот. Около Болдера нельзя, да. Ну, вот мы приехали, это 40 минут примерно от дома, от Болдера. И здесь уже можно, так что берём бумажку. А пилу ты взял? Да. Берём пилу, берём верёвки и потом попробуем это всё загрузить ещё на нашу машинку. В прошлом году мы пилили ёлку на ферме и в прошлом году мы погрузили ёлку в машину. В этот раз мы пытаемся это сделать на машину. Вот так вот. Погнали! Та-дан-тан-тан-тан! А покажешь, что у тебя в рюкзаке, или потом покажешь? Пила, всё такое. В рюкзаке. Вода. Вода. Берёвки. На всякий случай. А также спрей всяких угоров, которым 45+. Очень смешно. Пила. Пила, 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 да. А верёвка? Верёвка тоже есть. И верёвка, чтобы создать ёлку. Подтяжка трусов. Всё, готово. И пермит. Пермит есть. Шоколочка, батончики. И вкусняшки. Стаканчики. Всё, погнали. За ёлкой! Всё, погнали за ёлкой. Собрались и погнали за ёлкой. Я думаю, это кто сверху лежит. Всё? Пермит, да, сверху лежит. О, отлично. Всё, супер. Пришли. Пришли. Нашли. Ты думай, а, вот чё отлично. Смотрите, вот чё отлично. Да, здесь, так как это официальный трейл, то здесь, понятное дело, на входе... На входе есть туалет. Всё, как обычно. Здесь даже... Не знаю, тут даже скользковато, я бы сказала. по-где. Присмотрим ёлки. Но пока что... Пока что всё какое-то очень-очень даже высокое, большое. Нам же хочется такую, чтобы можно было на машину погрузить. И чтобы она ещё влезла в наши небольшие апартаменты. Вот так вот. Ой, смотрите, здесь вот на земле явно кто-то тащил ёлку. Смотрите, прям видно следы. Явно её тащили. А вот там вот, там вот ребята просили их сфотографировать. Ребята тоже только что спилили ёлку. Вот. Всё фотографируем. Дело такое. Важное и интересное. Поэтому всем хочется сохранить этот момент, скажем так. Говорю на камеру, значит, что запрещается, что называется, заниматься топпингом. Крисман, этой, деревья, потому что, то есть, спиливать только верхушку, которая тебе нравится, и оставлять большой пень. Это считается варварством. И нужно ёлку забирать полностью с собой всю. Оставлять не больше 6-ти, 20 сантиметров. От корня? Да. Ствола. Из обчачивого, из земли. Так что ищем небольшую сразу. Так? Да. О, тут здесь какая-то прям хорошо. Хорошо, да? Снежок-то какой хороший. Ой, ой, только там под ногами камни пляшут. Это вот рачаёк мы переходим такой. Ну, да, ладно? Ну, пойдём, посмотрим там, да. Ну, так хочется как бы на... Ну, да. Ну, и сюда только 3 игрушки можно повесить. А у нас же много игрушек. Добавилось в этом году изломовника шарик. Из шерсти. Да, из шерсти лам. Из Аляски. Так что да. Нам надо ёлка, у которой много веток. Чтобы все наши интересные игрушки из разных штатов повесить на неё. Ой, это была не одна ёлка. Это была просто куча ёлок. Поэтому показалось, что пушисто. Да. Держи, ты и покисти. Собирай. А? Собирай. Так, пушистые ёлки здесь точно есть. Смотрите, вот идёт семья. Срубили такую пушистенькую-пушистенькую. Так что мы ищем пушистую. Муж, мне кажется, готов уже срубить и не очень пушистую, но мне хочется прямо супер пушистую. Вот. Но так как мы видели, что здесь такие бывают, если их не все спилили, может быть, мы себе тоже что-то такое найдём. Как казалось, найти пушистую ёлку в человеческий рост в лесу не так и просто. Или лысые, или пушистые. Но какие-то маленькие. Вот там, мне кажется, супер пушистая, но маловастенькая. Хочется побольше. Смотри, какая чудесная ёлочка. Такая, с лапками. Маленькая, да? Не знаю. Мне кажется, маловастенькая. Ну, может. Но очень пушистая. Хочется побольше. А ты расти ещё, расти. Потом тебя спилим. Потом тебя спилим-то. Такие у нас шутки. Но ёлочка правда миленькая. Я думала, что это будет проще. Но если маленькие есть пушистые, то большие вот все. Примерно так выглядят. На них там три ветки. И куда вешать игрушки, совершенно непонятно. Так что, мы, мне кажется, уже пол леса обошли. И так до сих пор не нашли нам идеальную ёлку. Ёлочки. Сосинки. И ёлочки. Мы шишек наберём. Вон. Какие. Замечательные. С климом форме конуса. И будет у нас оригинальная ёлка. Потому что мы уже, ох, не знаю, больше час, наверное, шутаемся по лесу. И ёлку для себя мы так и не нашли. Сначала ходили по северной стороне, по теневой. Решили, может быть, там ёлок нет, потому что там мало света. Вот пришли на солнечную. История такая же. Я немножко подостала уже. Вот так вот. Ну, ищем, ищем. Мы пока не сдаёмся. О, букет! Букетище! Букетище! Ой, спасибо! Букетище, смотрите, какой! Даже почти с цветами. Шикарно. Да. А тем временем, мы, кажется, нашли себе ту самую ёлку. Берём! Торжественно! Идём! Решили! Что это она? Я с ней поговорила, она вроде бы согласна быть украшенной. Да? Да. Лам-лапами мне помахала. Начали? Начали! Есть? Есть ещё. Та-дам! Добыл. Добыл ёлку. Ну всё. Годная ёлочка. Не, супер, я думаю. Я думаю, да. Отлично для первого раза. Я думаю, да. Супер. Торжественно объявляю, что мы спилили ёлку в лесу в национальном форесте. Вот так. Сейчас куда-нибудь потащим. Да. О, отличная ёлка. Отличная всё. Все фоткаются с ёлкой. Я и наша ёлочка. Пока парни решают, кто несёт и куда. Так, ну что, ребята, погрузили. О, сейчас всё снесёт. Ветер такой. Вот у меня тут работнички. Наняты. Пошли пол-леса. Ах, как бы мне так ещё и не навернуться. Ты отыграла в жевельнике? Нет. А он в рюкзаке лежал. Стоп-машина. Стоп-машина. Я забыла свой букет стоять. Пока ёлку погружали. Я забыла букет, я думаю, в жевельник. Пошла обратно. Букетец. Так, хватаем и погнали. О, такой чудесный. Всё. Вроде всё. Ёлку взяли, букет взяли. Мы готовы идти домой. Вот так вот. Засняла? Да. Всё засняла. Ноги нормально. Застала, можно отдохнуть? Можно отдохнуть. Да. Чайку сейчас чайок будет. Ой, глаза пустала. Ах, до машины ещё тут надо ещё дойти. Уже устали. Куда устали идти? Обратно. По снегу, по голубокому. Но погода чудесная. Здесь далеко не одни мы приехали за ёлкой. Это, видимо, Болдеры. Ближайшее место, где разрешено это делать. Поэтому народ сюда прям в большом количестве приезжает. Так забавно, обычно на хайке я вижу людей просто так гуляющих с ёлками там, садой. Но сейчас все, кто идёт навстречу, все идут с пилами. Вот. Так что мне кажется, это реально очень популярное место. Но неудивительно, что мы так долго вот так ёлку искали. Такую, чтобы по размеру было нормально машину погрузить. Вот. Так что да. Так что да, вот можно приезжать, если вы купили разрешение. А теперь следующая задача надо попытаться нашу ёлку погрузить на крышу. Это ещё та задачка, я думаю, будет. Мы никогда так не делали. Но сейчас всё когда-то бывает впервые. Сначала чаёк. Мне нравится такая идея. И куча ботанчиков. Куча ботанчиков. Ну там же есть карта, да? Ну по каком сайте это всё? Сайте Лесничество. Лесничество. Кав. Пусть корот. Ну почти. Да, на карте Лесничества есть прямо офис. На сайте Лесничество есть карта с зонами, где можно рубить лес. То есть как бы это не только этот трейл, но здесь парковка, здесь есть дорогая дорожка. Давайте. ёп. Попринчу. Прежде чем грузить нашу ёлку на машину, мы решили её завернуть в тарп. Тарп это по сути такой кусок брезента, который мы не так давно купили, чтобы в кемпингах вешать над палаткой и столом в случае дождя. Полетели! Хорошо. Теперь по палатке. А теперь танго! Или что там? Тан-тан-тан-тан. Да, я снизу. А что, паде такого размера? Я думаю, паде, да? Ну, тогда вот так вот я надо будет закрутывать. Ставись давай, иногда мельче. Давай. Встала. Туда тоже? Можешь что, им положить? Цепки положи. А ты можешь шпагатик? Ну, а столько? Не, не могу. Она у нас даже целиком вся. А? Целиком завернется. Отлично. Ну да. Такой план был, да? Такой был план, да. Я буду помогать. Наверное. Так, нежнее. Я понимаю, людей драко. Погрузили, все. Наверх-то? Ага. Ну да. Багажник ребенка. Нормально. Поехали. Косок, как ты откроешь? Сейчас мы откроем окна и попытаемся протянуть эту веревку через салон. Дай на ту сторону и через эту окно протянуть. Ну вот я, да, я и говорю, я тут стою, выравниваю, типа, по центру. Выравнивайте. Чуть-чуть сюда эту верхушку, еще чуть-чуть сюда. Тань, чуть-чуть сюда верхушку еще толкни. Да, вот так, все отлично. Уджа. Ты просто окна сейчас побольше откроешь, чтобы можно было протянуть, а потом... Побольше, да. Да. А как там лезть, кстати, туда, просто так как мы этот оттянем? А как там лезть, кстати, туда, просто так как мы этот оттянем? Хорошая фраза. В смысле? А, потому что мы затягиваем-то через этот... Это важный момент. Сначала кому-то сесть. Классный момент. Ты сможешь через переднее залезть? Я думаю, что смогу. Между сиденьями, да? Отлично. Тогда передние двери не привязывайте. Нет, чтобы купить рэк, решетку, посадить ее на машину. Да, у нас есть проблема. Если мы сейчас затянем двери, наш третий не залезет в машину. Но мы попытаемся решить этот вопрос как-нибудь. Что, продолжаем? Да, пока. Потом затянемся. Покажи-ка, что можно сделать. Что можно дверь, оказывается, закрыть. Оказывается, можно, значит, делать вот так. Ненормально. Разматывай. Поэтому решили все размотать и не пропускать веревки через окна, а просто пропустить их через... через машину и потом закрыть двери. Как это? Вот такое у нас развлечение. Да, если у тебя трак, ты можешь просто кинуть в елку в багажник трака и поехать. Ребята приехали после нас. После того, как сюда пришли. Чувак! Мне кажется, от леса ничего не останется. Посмотрите. Смотрите, сколько людей здесь с елками. есть прицеплено? Да. Держи ее там. Это стрэп называется. Это такие штуки, которые мы использовали, например, при переезде. Вот, сейчас я вам на снегу покажу. Смотрите, один крюк, он вот здесь фиксирован, получается. Он здесь никуда не движется. А с другой стороны можно вот здесь разной длины поставить длину вот этой вот штуки второго крюка и потом с помощью вот этой вот штуки вот этой вот стянуть это все. С помощью этого можно как раз-таки фиксировать, например, мы фиксировали какие-то предметы по контейнере, когда переезжали. Но сейчас пытаемся фиксировать елку. Давай, пробую сесть, и ты мне скажешь, где держать. Подисточку. Давай. Так, вот примотанная елка. похоже на трупак. Ну, в общем-то, это и есть трупак, елки. Вот. Сейчас мы повезем эту штуку обратно домой. Ну что, такая у нас конструкция. Подожди, я забыл сфоткать, я сейчас. Фоткай, пожалуйста. Вот такое тут вот внутри такое. Вот так. Да, даже доехали. Елка в целости и сохранности. Сейчас мы где-то там еще поставим. Найти бы место. Нормально? Да, тут надо закручивать. Она ехала. Не вдевает, все окей? Отлично, мне кажется. Отлично, я думаю. Звезда не улезет. Накрывает. Надо. Нормально, я думал, больше не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok